Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России, проходит в Иванове второй год подряд. Задачи мероприятия предельно просты – нести здоровый дух в массы. А как известно, возможно это лишь при наличии здорового тела. Пробежаться по набережной Уводе в праздничный день пожелали более 180 человек. Для разных категорий спортсменов у нас установлены дистанции от километра до трех. Мы не решили не увеличивать дистанцию, только для того, чтобы она была более зрелищная, более скоростная. И категории мы решили таким образом привлечь сегодня спортсменов высшей категории, то есть от 14 лет и старше. Первыми дистанцию в три километра преодолели ветераны – мужчина и женщина от 45 лет и старше. Бесспорным фаворитом в этом забеге стал Алексей Манин – мастер спорта в марафонском беге. Легкоатлет считает, теперь спортсмены не то, что ныне. Раньше был уровень намного выше. Сейчас вот они выигрывают соревнования на области. Мы так бегали на тренировках, по КМС бегали. Сейчас то ли питание стало намного хуже, то ли отношение к спорту, как к профессиональному виду стало немножко не то. Соблазнов стало больше, интернет, клубы. Однако молодые спортсмены изо всех сил старались не ударить в грязь лицом. Тем более, что для победителей организаторы и спонсоры приготовили планшетные компьютеры. Алена Агапова приехала на соревнования из Шуи. Среди девушек 1998-1999 года рождения она показала лучшее время. Я бежала, конечно, вторая, где-то, наверное, больше половины. Потом там друзья стали, он кричит тренер, типа, что достанешь. Ну и побежал финиш. Ну, небольшая, наверное, была труда. Ну, что-то голова. Бежать спортсменам пришлось под дождем. Неудобство это доставило только зрителям и жюри. Бегуны рассказали, что под дождем бежать не так жарко. И это самая подходящая погода для подобных соревнований. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.